каяк так что ребята присаживайтесь кому всем было интересно по поводу каяка сейчас будем рассказывать на что надо самое главное обратить внимание если мы с вами выбираем фишка як не все замечают но их бывает два варианта из толстого пвх 750 с весом 12 по моему килограмм и есть из тонкого пвх 550 его вес составляет у нас девять с половиной по моему килограмм для обоих вариантов характеристики у нас одинаковые это длина 360 сантиметров ширина 94 сантиметра диаметр баллона 30 сантиметров и плюсоподъемность 190 килограмм на самом деле акцентировать это внимание совершенно ну можно сказать наверное не стоит потому что вы вольны изменять абсолютно любые параметры хотите сделать его длиннее короче шире уже в принципе это все позволяет производитель он вас выслушать все ваши пожелания и либо поможет либо как бы постарается грамотно вас отговорить таких безумных идей что я бы посоветовал сделать прежде всего обязательно он имеет два продольных баллона что не очень сильно хорошо в плане безопасности сейчас если бы покупал я бы баллоны бы разделил пополам тогда бы у меня практически гарантированно всегда была бы одна зона плавучести и жалею что изначально сразу об этом не подумал и не сделал я всем настоятельно рекомендую именно вот этим воспользоваться это нужно сделать с точки зрения дизайна он очень хорош он очень привлекательный симпатичен приковывает внимание в любом случае все рыболовы подплывают спрашивают что это такое смотрят любуются и так что у нас ходит с вами в стоковую комплектацию на самом деле очень все богато смотрим мы имеем с вами переносные ручки это абсолютно понятно две штуки спереди и сзади большое изобилие д колец спереди и сзади пластиковые по бокам у нас с вами железные д кольца это очень хорошо очень удобно я вот за них всякое креплю здесь в карабинчики инструменты так что все очень круто что их много очень хорошо лиера на самом по бокам стоковая комплектация резинки для вещей спереди сзади стоковой комплектации идут хорошие резинки за год эксплуатации не растянулись не порвались очень достойно они не позволяют закрепить большой такой большой крупногабаритный груз что-то маленькая там пакет маленькую сумку маленький кузачок в леди термос опять-таки да ну что такое небольшое завод сезон использования по резинке скажу что в принципе все хорошо она не растянулся не потеряла свое свой внешний вид как новая очень хорошая резинка то есть принципе качественно такая неплохая две полудеки спереди и сзади с волной отбойниками это стандартной комплектации 4 держатели для спиннингов тоже держатели весла слева и справа что в принципе очень хорошо и здорово на самом деле не каждый производитель делает именно два держателя по опыту сторонам обычно как бы 2 сюда это доп комплектация но в стоке по моему вот это все вот это вся стоковая комплектация то что в принципе так как как я считаю что это ну купил и поплыл из дополнительной комплектации на самом деле там очень большой список поговорим просто про некоторые это весло дно капюшон на полудеке и держатель датчика эхолота априори весло не идет вообще в комплект его нету поэтому закладывать уже бюджет обязательно на покупку весла весла покупаются отдельное и на сайте у производителя есть несколько вариантов начиная там от 1000 рублей заканчивая карбоновым там за 14 15 тысяч что соответственно конечно же по любому дорого такое даже не рассматривал но также я не рассматривал самое дешевое потому что жизнь научила меня одной простой вещи все что касается грибных толкательный там крутительных каких-то моментов где требуется моя собственно одна человеческая сила я на этом как бы не экономлю это уже много раз все проверял случай купить что-то такое более-менее раз и навсегда и пользоваться этим с большим наслаждением потому что в любом случае как ни крути придется все равно продавать покупать новое более что достойное и в короче скупой платит дважды в этих конкретно вопросах поэтому я купил вот это весло она у них позиционируется как скоростное но честно по моему скоростное но честно говоря значит относительно того что она как-то вас ускоряет не такого точно нету юрка у нас сразу когда купил каяк взялся в весло вот это вот за тысячу рублей и мы это полноценно проверили протестировали тесно мы менялись я и плавал тоже с его веслом ничего не быстрее плавайте абсолютно также толчок принципе то же самое разница ли в том что вот это конкретно весло она экономит вам сила то есть нет у них напряжение в мышц практически они конечно же есть там на над дистанции но вы плаваете вы просто наслаждаетесь тем же веслом я по моему за километр уже в принципе стал стал уставать так что вот именно конкретно вот это весло если вы даже и будете рассматривать я его в принципе рекомендую не знаю не изучал вопрос подозревая что возможно придя в специализированные магазины за эти деньги можно подобрать что-то более крутое но так вот по разговорам и люди которые шарят в принципе в этих вопросах сказали что у нее за 4000 не получится так что наверное вот это весло очень хороший выбор по крайней мере я купил я абсолютно доволен и даже не пока не планирую что-то заменять весло хорошее достойно рекомендую по поводу капюшона на полудеке тоже спрашивали надо не надо мы не брали никто из нас ее не взял поскольку проще гораздо купить дополнительные резинки в магазине за 100 рублей кинуть рюкзак зацепить и поплыть все идет дождь либо накрываем с вами это все дело тентиком а еще лучше просто водонепроницаемые рюкзаки либо гермомешки до иметь чтобы вообще не о чем не волноваться гораздо проще дешевле и в общем эта штука нам никому как особо то и не нужно было надувного дна это самый главный вопрос который абсолютно все спрашивали люди которые интересовались каяками планировали его приобретать собственно вопрос стоит брать не стоит брать а сколько нужная вещь значит смотрите я на протяжении этого сезона вы принципе могли видеть я плавал и с ним и без него и вот как-то старался чередовать для того чтобы был контраст чтобы максимально объективно что ли прочувствовать нужно все этой штуки и разумеется естественно как и в принципе его холодки с дном конечно круто ну как минимум комфортнее дабы будь она любой там паёльная или вот ндн д неважно с полом всегда просто банально банально просто комфортнее вот и вот и весь его соответственно плюс в данном случае он еще как бы выполнять такую функцию он его немножко каяк растягивает раздвигает и ну это дополнительная все-таки зона плавучести до в моем случае когда у меня два продольных баллона и если даже что-то случится одним баллоном так экстренно то эта штука хотя бы ну не даст всему пота потонуть так что конечно безусловно это круто то есть я я рекомендовал абсолютно всем к покупке с ним с ним классно из минуса вы должны что-то должны для себя понимать во первых эта штука очень тяжелая и весит он примерно со свесы в столе где-то одна треть всего всего каяка что поэтому как бы конечно со особо так не потаскаешь дальше из минусов когда мы с вами вставляем и надуваем дальше что еще нужно понимать когда мы с вами его вставляем и надуваем то у нас с вами как бы съедает полезное пространство и носовые рундуки уже группа габаритных груз не лезет то есть гузаки и проще я уже не могу запихать и туда максимум какими пакеты подлезают ну или маленькие сумочки соответственно тоже да и разу относим к разряду минус ну и самый-самый-самый пожалуй главный минус ужасающий просто абсолютно всех людей с кем это все обсуждали и разговаривали это ее цена цена надувного пола составляет 8 тысяч рублей это конечно ну на мой взгляд скромно это конечно безумие это же понимая с производства все дела и вообще на сами штуку такую-то изготавливать непросто дата 100 внутри из соты технологии производства не непростая соответственно конечно же все это должно стоить каких-то денег но блин ну не восемь же тысяч восемь тысяч это просто обезумевшие деньги это опять-таки какие как и веса 3 цены всего каяка не знаю не знаю в общем по камере все люди которые скажем я обсуждал все находились в дичайшем шоке от цены и наверное это все-таки что-то дозначит поэтому ребята мы станет ряло я не знаю парни надо что-то думать надо что-то думаем надо как-то удешевлять каким-то образом может быть на 5 6 сантиметров сделать поменьше на этом хоть как цену цену выиграть потому что ну я думаю что за чуть-чуть вы сделали бы дешевле покупали бы абсолютно все не задавались бы вопросом надо или нет по идее конечно же очень надо но всех останавливается на тут ребят уже как бы закладывать этот момент уже при покупке кстати говоря это еще не очень важно понимать сразу изначально берете вы с ним или нет потому что от этого зависит того какая у вас будет сумка и у меня сначала каяк я приобретал без дна и у меня маленькая сумка если вы берете сразу дном то вам идет уже в комплекте большая сумка для того чтобы вы это дно могли туда упаковывать соответственно у меня такая сейчас проблема что дно появилась паковать его некуда я уже ввожу его отдельно таким свертком и это как бы как минимум как минимум не доставляет небольшой дискомфорт пока заговорили про сумки тут отдельный так давайте отойдем от этого момента я расскажу про сумочку сумочка просто бесподобно конечно нет ничего сверхъестественного но это такой шикарный пример того как можно сделать отличную сумку дешевую до в эту мешковину просто превосходно она очень качественная у нее шикарная молния с которой вообще никого с никогда ничего не произойдет как я только не пытался где забивал что же прям все пошло он трещала с молнии все прекрасно хорошие широкие мягкие лямки удобные ручки захваты настолько вот она как-то вот пошита очень человек который ей занимался который разрабатывал я вот передаю большое спасибо вот каждая клеточка моего тела когда его закидываю на антресоль просто кричит ему благодарность сумка мне очень понравилось и это большой пример вообще всем производителям что можно сделать нормальную сумку стандартной комплектации который идет просто превосходно учитесь у тайм-триал шикарная сумка кстати еще из плюсов этого дна я его еще использую как матрасик когда у нас с вами не клюет и надо нам переждать несколько часиков я его что делаю я вот достаю из каяка стилю его спокойно него падаю и храплю так ну что друзья поели да и чего греха таить поспали немножко выходим часик 2 на природе бак просыпаешься полон сил выходишь и начинаешь сразу попадаешь под щучий жор штуков просто очень удобно для этого дела я очень доволен держатель датчика эхолота на смотрите для того чтобы не крепить холодную всякие конструкции сюда не мутить дебильные там коряги всякие значит у производителя здесь такая штука есть вот она ну идея да я думаю все понятно нет одной рукой не очень все удобно значит вставляем с вами палку держатель эхолота и тут сзади датчика эхолота мы с вами плаваем и радуемся на первый взгляд мне это все понравилось я подумал что здорово будем пробовать значит на практике же вы видели что у меня над ней есть да вот это отверстие она как раз таки нужен для датчика поскольку сначала у меня появился каяк а уже потом через некоторое время дно и как причите нам пожалуйста размеры где у вас находится эта дырка ну естественно когда и вот мне задали вопрос попросили мне прислать размер я сразу все принципе понял для меня уже дальше не было никаких сюрпризов потому что как вы уже сами догадались когда мне пришло это дно оказалось что отверстие не совпадает ну такая глупая ситуация получила что плавая на каяке я либо плаваю с дном либо я плаваю без дна но с датчиком эхолота одно из двух не понимаю потому что у каждого каяка есть свой серийный номер и казалось бы значит есть документация можно поднять посмотреть себе номер каждого заказа его лекала не знаю брать сразу с дном это все дело чтобы у вас не было такой ситуации как у меня но я не расстраиваюсь подошло за отверстие дне она очень удобно конкретно я использую ее под якорь якорь я не собираю я выкладывал и он идеально у меня входит в это отверстие якорь не летает не шатается ничего в раскрытом виде у меня не рискую то что он как по мне влетит в баллон что там проткнет и так далее в этот отверстие я специально посадочное место под якорь раскрытый значит насколько он быстро все спрашивали обгонит ли он там пвх лодку обгонит ли он там моторную лодку там вообще какие-то фантазии значит смотрите мы плыли по реке и в общем смысл был в том что мы должны были средства с ребятами и мы опаздывали вот категорически уже опаздывали и надо было все бросить и плыть примерно 7 8 км на веслах был я и антон на своей пвх лодки которую вы прекрасно знаете помните видели и вот вдвоем 7 километров мы значит должны были штурмовать что скажу абсолютно никакой разницы в скорости движения я лично не заметил возможно она есть какая-то маленькая потому что но понятно что мы не учитываем пренебрегаем физическими данными то есть антоха конечно и посильнее и по габаритнее меня и грибок у него мощнее чем у меня но шли мы в нос в нос в принципе никто никого не обман не обгонял плывет также как обычная пвх лодка стандартно одноместная связано это скорее всего прежде всем что тем что он некий левой и вообще в принципе сконструировано так что это не как классический каяк или там канулы до буз пастроходная это все-таки фишка я где заложены в прежде всего производителем мысль о том что большинство из нас никогда на таких лодках не плавала и здесь больше сделано в устойчивости в комфортности в его нахождении плюс был в другом на дистанции конечно же я скорее всего обогнал бы его ушел бы далеко связано это с тем что на каяке не устаешь это самое главное антоха же цен на протяжении 8 километров крутился то так тут так сядет а так что так сядет я если даже и подуставал то я просто буквально брал и менял хват все попал по другому не дергать и естественно как ни крути самый самый главный плюс это то что мы с вами плывем инстинктивно удобно лицом вперед плывем наслаждаемся видим свою тропу по скорости в принципе одинаково я считаю но не устаете устойчивость валкость фиш каяка это какая-то какая-то не знаю мифология о том что у вас коньяк что там малейшее колебание он переворачивается это бред я это делал впервые решил как раз потестировать чтобы ответить на ваши вопросы что будет я сам не знал что произойдет поплавал и надо было залезть обратно в каяк и вот в этот момент я на самом деле был очень сильно напуган я практически был уверен что сейчас это все у меня перевернется вещи потонут и будет кирдык но смотрите что получилось заодно и проверишься никаких проблем короче да это миф о том что его там как-то любое колебание его сразу переворачивают ничего подобного я абсолютно в этом уверен как по машинаме ручкой спокойно плаваю меня не волнует вообще ничего никакие там волны естественно все должно быть в рамках разумного вы видели что в принципе я ловлю на нем стоя меня это никак не пугает я ловлю дном я ловлю без дна я ловлю ветер волны и так далее самое важное не только насколько у вас в развитые вести кулярный аппарат на важно чтобы вы всегда внутренне до инстинктивно понимали что у вас очень очень узкий кокпит ширина которая составляет по моему там 34-35 сантиметров ловля стоя вы все должны понимать что у вас уже практически у пятки баллон до одно неверное движение вы споткнетесь упадете вот это самое важно понимать не балансировать кручусь на нем верчусь и так и сяк с рыбы с рыбы перекидывая с борта на борт спокойно перехожу я абсолютно спокойно к этому в чем проблема каяка это ветер ветер это самый главный враг ничего удивительного это у нас с вами надувное плавсредство который еще и очень 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 длинный соответственно площадь поддува у нас с вами очень большая любое дуновение ветра даже самое легкое если вы быстро не схватите весло буквально за две секунды вы окажете на другом берегу наличие якоря на рыбалке на фишка яки это обязательное условие можете забыть все что угодно но только не якорь с ним вы должны быть всегда блин укаши якорь меня смущает дальние я боюсь что если ветер то все рыбалки не будет удобство нахождение и удобство ловли с каяка не были вот там крутишься вертишься наверно неудобно так наоборот каяк не позволяет крутиться вертеться и захотел сел так захотел так перевернулся закинул ноги на борт поплыл ты еще юрка мне нравится полу лежа ловишь у тебя вообще просто стиль да вы спокойно можете себя крутить это намного быстрее намного проще чем хватать весло и раскручиваться весь кукпит весь это ваша зона там нет вещей вы все распределили по отсекам повесили вещи на резиночке у вас ничего под ногами не болтать многие прямые за этот сезон я ни разу себя не поймал на мысли о том что мне что-то где-то как-то неудобно а если не было значит что в принципе все хорошо сидуха давайте раз мы говорим про комфорт поговорим про сидуху сидеть удобно в меру жестко в меру мягко вопросов к этому никаких вот к этому моменту у меня были изначально подозрения о том что может быть как-то будет здесь натирать особенно когда я плавал шортиках может быть там ляшечку там или еще что более более ценные натрет но нет проблем нет никаких ничего не чувствуется ничего не трется все хорошо относительно качества давайте посмотрим после нашего года эксплуатации я считаю что этот год в принципе мы каяки не жалели вот уже выход я надеюсь это последний порожистый участок перед перед озером прежде всего хочется отметить вот эту штуку я был на 100 на 110 процентов уверен что я ее оторву что она мне просто разлетится в холомье когда мы таскали ты все по камням огромные массы груженности были давили на каяк это всего приходилось просто скидывать срывать камней вот так вот ребята рыбка достается трудом трудом я тянул как просто как как геракл за эту штуку и был уверен что здесь это все разорвется в мясо но просто идеально просто посмотрите как вот можно сказать с завода ничего вообще ничего не оторвалась так что здесь к этой ручке у меня лично никаких абсолютно нету претензий я детально осмотрел прокрутил провертел лично у меня нет вообще никаких отклеек отрывов у меня хорошо всем привет меня зовут юрий я из трудовой рыбалки расскажу вкратце покажем швы значит вот смотрим состояние швов здесь отошло в принципе здесь нареканий никаких нет кольца не пластиковые кольца железное это очень хорошо то есть они прочные потому что когда мы протаскивали данные каяки по камням ничего не отлетела ничего не оторвалась все нормально в принципе по всем швам расползание не сейчас мы перевернем его я вам покажу значит смотрим но но пока яку вот есть следы я честно не ожидал от пвх такой прочности у меня наверное первый опыт сплава по рекам на пвх изделия и он реально я утащил я утащил по камням которые были под водой имели растительность я утащил по камням которые были над водой соответственно они были сухие причем я был очень сильно загружен перегружен я взял лишь к собой вещей вот как мы видим вот такие вот потертости но абсолютно я считаю что пвх жив как вот увидите вот это вот по по камням мы их тащили вот что с ними произошло ну ничего все целое ничего не отвалились в принципе это мой краткий видео отчет про каяк достойный каяк стоит своих денег однозначно плюсов много минусов таких вот конкретно характерных явных я не нашел на самом деле это мало то есть год это ни о чем не говорит год использования может выявить какие-то ну прям лютые косяки что касается остального да например качество клея ну то может через два через три года только у нас вами выяснится или еще что все-таки все покажет время но на сегодняшний день вот шестью года я могу лишь заявлять о том что глобальных косяков нету ни у кого-то у нас три каяка и со всеми тремя все как бы хорошо из не то чтобы минусов из неприятного я помимо своего каяка еще там какие-то дополнительных комплектации взял взял еще до кольца и мне не было возможности все это дело при получении осмотреть распаковать потому что я приехал у меня было буквально минута я по делам ехал по рабочим я схватил кинул в багажник уехал и уже вечером по после работы пришел домой все это дело распаковал и обнаружила что нету моих до колец половины ровно ровно 50 процентов мне не доложили я бы даже про это сейчас не рассказывал бы но такая же ситуация была когда и юра получал свой каяк у него не доложили а положили не того цвета говорит о том что это системно комплектуют не особо внимательно особенно когда вы там куча всяких мелочей накидываете да всегда это приезжайте и осматривайте на месте особенно если вы в петербурге не поленитесь при получении распакуйте и все сверти чтобы у вас все было потому что но опять-таки да это лишний звонок это дни ожидания замены и так далее вот это вот минус не особо как-то они отвечают на заданные вопросы я писал когда еще покупал каяк когда меня сильно интересовал вот эти моменты по относительно держатель эхолота но на вопросы мне не ответили прошел уже ровно год ответов я до сих пор не получил подводя итоги хочется сказать что покупая каяк я в принципе естественно понимал что от него ждать чего я буду ждать эмоционально но вот по прошествии года скажу что он подарил мне на гораздо больше эмоций гораздо больше впечатлений чем на то и на что я рассчитывал а значит что и цена оправдана по идее по большому счету все одни плюсы ну так оно и есть я как бы сильно не хотел как бы сильно не старался найти какой-то прям вот изъян какой-то минус я не смог мне в каяке нравится все если вы выбираете если вы присмотрелись уже к этому производителю могу рекомендовать